Добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас я спрошу. Никита, подойди, что вот это Выключила это. Что она означает? Закрыть или нет? Да вот камера опять не работает. Моя не работает? Да. Так она работала сейчас. О, работает теперь. Ну да. Так, вы откуда и кто? Я Михаил с Киева, Украина. С Украина. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Я слушаю вас, говорите, пожалуйста. У меня вопрос. Вы часто говорите, ссылаетесь на Писание, что вера отслышания. Но согласно Слову Божьему, что вера не только отслышания. Вот, например, Иоанна 2.11. Так положил Иисус начало чудесам Кани Галилейской. И явил Славу Свою. И уверовали в Него ученики Его. Иоанна 2.23. И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Тут мы видим, что вера и от чудес также. Что вы на это скажете? Ну, а что они уверовали-то? Уверовали во что? Что Он чудотворец. Больше они ничего не уверовали-то. Потому что воскресший Господь, говорит, уже воскрес, и упрекал их за неверие, написанное Евангелие от Луки. Они еще поверили, что Он Бог. Поняли, что Он грехи их искупил на кресте. Нет, конечно. Этого ничего не было. Они были растерянны и не знали, за кого считают после этого. За кого вы меня считаете? За одного из пророков, за Иеремию, за Илью. Ну, мы считаем об этом-то. Вера у них была такая, что ты ли тот обещанный Мессия, который освободит Израиль от римского гнета? А мы слева-справа сядем. Они уверовали только в день Пятидесятницы. И сидели на месте, никуда не могли пойти. Силы у них не было. Поэтому, когда говорится уверовали, вопрос, а чего и куда? А то, что сказали вера от слышания, это крыльно вам 10-17. То, что вы говорите, это тоже от слышания. А допустим, давайте допустим, что они уверовали. Хотя уверовали, я сказал только, отчасти он чудотворец. Ну, а если уверовали, докажите, через что? Через то, что Матерь сказала его, слушайте. Если на вас это чудо подействовало, опять же через уши. Вы чудо не видите, а только считаете. А считаем это, ну, глаза и уши, это тут связано вместе. Через слышание, через проповедь. Почему он и сказал, идите и творите чудеса? Нет, говорит, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. И кто будет веровать, от чего? От того, что чудеса делаете? Нет, поверите слышанному от нас. Он говорит, кто поверил слышанному от нас? Слышанному от нас, это в этой же главе. От слышания. Главный орган это уши. Уши. И почему пророки до этого говорили, они говорят, будете слухом слышать и не услышите. Глазами смотреть и не увидите. В 28 главе День Апостолов об этом Павел и говорит тем, которые пришли, и когда они уходили, он вдогонку им это сказал. Так что единственное и верное то, что говорится в послании к Риму. Вера от слышания. А то, что сейчас вы называете, это у нас тоже пришло только от слышания. Допустим, вы считаете, я не могу считать, я слушаю чудеса. Слава Богу. Они поверили, поверили и пошли, и пошли, а потом спрашивают, за кого признаете, мы говорим об этом, что нет. А в современном мире не может быть чудес уже? Может быть. Ян Златоуст как говорит, я не нуждаю в чудесах, я верю. Чудеса может и сатана делать, и горы переставлять будет. Вера не от чудес. Тогда нужно было, языки были. А сегодня мы видим, кто стали заботиться о говорении языках, посмотри, как они беснуются, падают, там махнет, все падают перед ним. Но явное дело беснуются, крутятся, вертятся, и Библии даже в руки не берут, не проповедуют. Дошло до конца. Это должно было быть. Сегодня тоже, может, человек увидел чудо какое-то и уверовал. Может быть, но ему надо рассказать. Он поверил, что Бог есть. Поверил. Но дальше он не идет. Вот. Вера должна быть высказана с чем? Что с неба сошел Дух Святой, через Деву Марию рождается младенец, Библиеме. Дальше он возрастает, и далее он знает свое предназначение, крестится, ведется в пустыне для искушения, и далее все это откуда-то слышание. Вот уверовать, что Бог есть, не надо ничего. В это поверить можно, глядя на природу. Как об этом пишет философ Монтейд. Перед гробом ближнего, под звездным небом, отрицать может Бога только совершенный идиот или преданный дьяволу. Уверовать в Бога. Кринвенам первая глава говорит, так что видя невидимое, мы познаем Бога, невидимого, невидимого Бога, видя дела видимые, животных, растения, океан, звезды и все такое. Но чтобы уверовать, что Христос умер за нас, мы этого не можем видеть. Об этом надо написать было, это прочитать и передать. Ну, если я умею читать, то Евангелие есть, я могу уже без передачи сам, но это все равно слышание. Вот так. Дело апостольское закончилось или нет? Дело в том, что Феофилахт Болгарский толкует на Матфея 24-14. И проповедано будет Евангелие Царствия по всей Вселенной, по свидетельству всем народам. И Феофилахт говорит, и действительно, прежде разорения Иерусалима проповедано было Евангелие. То есть оно уже было проповедано. В окрестностях, в окрестностях, в окрестностях. И ученики, когда пошли, мы считаем, не проповедовали никому, кроме евреев. А дальше, когда и говорится, что оно проповедовало, а Павел-то когда пошел, что? На пустое сделал? А Фома в Индию пошел, а Марк пошел в Африку. Там не было проповедано. И только верхушку захватили. А дальше-то начинает Григорий Чудотворец. Его посылает город какой-то, назовем там Константинополь. О каком городе он говорит? Я говорю, когда пришел 4-й век, в городе было только 17 человек верующих. А когда я сейчас ухожу, в городе только 17 человек неверующих. В мире 2896 наций и наречий. А все ли слышали? Пример для нас это Ян Кронштадтский. Он собрался ехать в Китай. А перед этим все-таки его подтолкнула одна там нищенка. Ты приди, посмотри, как мы живем-то, это невозможно. Муж пьет, соседи неверующие. Он пошел на окраине Санкт-Петербурга и ахнул. Куда ехать-то, когда совершенно неверующие люди умирают, не приверившись с Богом. И он понял, он нужен тут, где родился, там и пригодился. Я вот проехал, по милости Божией, от Владивостока до Лиссабона, мы раздавали книги, Прибалтику и Скандинавию, Турцию. И везде проповедовал. Но нигде я так не нужен, как здесь, где нахожусь. Там я должен в доверие войти сначала, доверие вызвать к написанному мною. А тут я в интернете, все знают, берут, читают и прочее. Видите, надо просто... Мне миссия не дана такая там, сегодня апостолок. Апостольское дело мы должны вести, Златоуст говорит. Он говорит, проповедь, говорит, а вы несите. Я один ничего не успею. А кого я буду проповедовать? А ты имеешь рабов? Да. Проповедуй рабам. У женщины есть дети? Есть. Нету родственников? И Деяние апостола, 8 глава, 4 стих, говорит, рассеявшиеся после гонения ходили и проповедовали. Не чудеса показывали, проповедовали жены, дети. А апостолы? Апостолы остались в Иерусалиме, как самые сильные, при самом сильном гонении. Вот так на нас возложена эта миссия. Где бы ни были, мы должны быть свидетелями, конечно, словом и делом, своей жизнью. Вот Давид говорит в 41-м салме, говорит, да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя. Это очень постыдно. Когда человек верит, проповедует, а кто подойдет от тебя или ты рот-то заткни, ты вот что творишь-то ты там, тебя никто не знает, а я тебя узнал. У меня было так. Мы проповедовали в окрестности, только раздали 30 тысяч Евангелия. Я один вышел прямо перед народом-то, вы кого слушаете? Я его еще знаю таким вот, вот такой вот он, маленький еще был, я его знал. Я говорю, а сколько вам лет? У него оказалось, он моложе мне на 20 лет. Как он меня мог видеть, вот такой, когда я маленький-то был-то? Ну, мужик застеснялся и ушел. Ну, маленько, говорит, ври, да отплевывайся. Он что-то еще, вы могли поверить. Но это совсем никудышное. Он меня такого видел. Смешно даже. То вот вы сказали только, что миссия была возложена на нас проповедовать. Да. А не на апостолов? На апостолов и на тех, кто за ними идет. Всем. Аначе бы что было, закончилось на апостолов-то. А если бы Кирилл и Мефодий-то не пошли, бы мы русские веру не получили в православную. Так они не апостолы, а равно апостольные. Ну, да кто знал-то. Обыкновенно монахи сидели. Если бы не... А где современное? Если бы не царь Михаил оттуда их не выковырнул, мы бы ничего не знали. И когда Кирилл и Мефодий-то они вернулись назад, опять нырнули в монастырь. Монахи со сильной притягательной силой имеют. Но оно абсолютно не евангельское устроение. А где современное избрание Бога, когда Он лично являлся апостолом? Как деяние святых апостолов написано. Дав святым духом повеления апостолам, которых Он избрал. Которых и явил себя живым по страданию своем. Со многими верными доказательствами. А где современное явление себя живым? Блаженны, говорит, не видевшие и уверовавшие. Блаженство не в том, что видели. И они не ублажаются. Блаженны, не видевшие, но поверившие. Вот я с детства знал, что Бог есть. Но что Он страдал за меня, Сына отдал. Я этого не знал. И когда мне дали Евангелие, они в другой комнате зашли обедать. А я сижу здесь, мне 23 года. Когда они зашли, я уже полностью все был верующий. По Евангелию. Только склониться надо, и Богу это все сказать было. Даже мне не считали. Я сам только открыл. И считаю, и гляжу, все божественно. Все. И во мне мой голос внутренний говорит. Это то самое, что ты искал столько лет. А я в атеистических книжках везде выискивал. По одной строчке выписывал. Я плеил и считал. Не знал, что цифра означает глава стих. Это внутренний у тебя, если внутренний позыпь есть. Такой я в армии там служил. Сколько всего было. Я все время искал, где же истина, где. И после того, как обратился, я сразу начал изучать христианство, буддизм, мусульманство. Все, что можно было. Все, какие ереси были. Я все это подхватил себе. Проверить еще раз. Я увидел, что ничего выше, краше, правдивее нет. Все остальное за горизонтом. А спрос на страшном суде будет с нас? Что мы проповедовали или нет? Это первый спрос будет. И говорит, пришел он к нему всех, кто много талантов имел, 5-10. А у кого один был, он его просто закрутил в платок и положил, и зарыл. Он не истратил его. То есть у него вера была. И сразу начал нападать на того, кто дал. А Господь еще сказал, свяжите по рукам и ногам, и выбросите в одну внешнюю. Почему ты не отдал ни приращения? Вот я не буду где-то говорить, а просто на себя сошлюсь. Вот говорят, вот самое печальное у старых людей, когда они одинокие. Одинокие, ну рисует там бабушка, сидит одна, дети ее сдали в приют, она действительно одна. Я даже не представляю, как бы это было. У меня постоянно молодежь, мне 77 лет, а я не могу выйти из состояния где-то 25-30 лет. Я с молодыми даже и не вижу, работаю с ними вместе, езжу на велосипеде, и главное, везде на проповеди, в интернете. Все зависит от того, какой у тебя огонь есть или нет, или дым один. Выедающие глаза. Вот и все. Спросятся. И Анна Тауц говорит, ты умер, за тебя кто помолится? Да у меня никого нет. Вот за это ты ответишь, что у тебя никого нет. Я вел занятия в пяти университетах. В школах, там, десятки, несколько, техникум. И вот один ходил, такой студент, и потом долго его не было, и приходит. Я говорю, что-то у вас долго-то не было. Так я в больнице лежал. А почему? Ну, ходили в горы, у меня мешок тяжелый был. Он меня потянул и опрокинул, и дальше я полетел с мешком. Я говорю, а кто вас посещал в больнице? Никто. Это сколько же ты месяцев лежал переломанный, никто не пришел? Нет. Ну, почему же никому не сказал? Да у меня никаких телефонов нету. Да как же так можно? А ты, когда здоровый-то был, ты кого-то посещал? Он говорит, нет. А-а-а, вон как. Я говорю, мне операцию делали? Операцию на позвоночнике. У меня три грыжи. Всю жизнь на стройке раздавило просто. Вот. И в один только день ко мне пришлось 17 человек. В один день. Врачи уж задержат и ахают только. Кто только не идет. И из лагеря приехала женщина с ребенком. А ребенок у нее невыносимый такой. И тут он стал слушаться, и она пришла поблагодарить. Корреспонденты разные приходят. Люди даже мало знакомые услышали. Чтобы меня утешить, они там, внуки у меня были в лагере. Я начальник детского лагеря, основатель его. Так они на местную радиостанцию заказали песнопение, чтобы для меня спели. То есть еду, если я в отпуск, и 6-8 человек. Я один нигде не бываю. И все ждут, когда у меня отпуск будет. Это у нас бесплатно было, мы в мостопоезде работали. Созваниваемся в Москве. Приезжаем в Москве, полные комнаты. Где бы ни остановились, сразу наполняется все. Минуты одной нет свободной. Вопросы и вопросы. У меня один раз было так. Один раз было так. Ночью подходили. Три епископа тайной пришли, чтобы побеседовать. Видите как? А люди живут в городе, он в одиночности полном. Нигде нет. Ну ты открой ворота там маленько. Запусти к себе людей-то. Почему ты все себе в утробу кладешь-то? Как никого нету-то? Ну, я вот одну попроведать пришли. Я сидел, когда за слово Божие отбывал в тюрьме. И с нами сидел один директор. Главный рыбак Алтайского края. У него тут приезжали космонавты, первые секретари. Работали. Ну, его посадили. Потому что там были закрытые наряды, которых не было. Он всех угощал. Ну, несделанная работа. Так, говорят. Акт на скрытую работу. Его посадили. Ну, ему накрутили, будь здоров. Затребывали 14 лет. Он во главе как бы за паровоз зашел. Там секретарийно много было. Ну, а я когда освободился, я стал о нем ходатайствовать. А он коммунист. Он мне и не нужен. Ну, я сидел, я ему свидетельствовал. Я просто хочу сказать, как Бог побуждает. Мы расстались как будто навсегда. Меня увезли в лагерь. Он маленько пораньше был осужден-то. И теперь я узнаю, где он живет, где его жена. Она оказалась в больнице. Теперь мы уже к ней приехали спустя несколько лет. Я говорю, Нина Ивановна, а как мы с вами познакомились? Она говорит, я лежала в реанимации. Я когда пришла в себя, бежу около кровати, кто-то на коленях стоит, все такое волосатое, говорит. Она говорит, ты волосатая. Она меня в первый раз увидела. Она лежит в реанимации. Я ее никогда не видел. Зачем я приперся-то к ней туда? В первую очередь муж ее. Во-вторых, она в беде. А ей надо в Москву ходатайствовать. Мы сразу дали ей адрес. Она приехала и теперь говорит, меня там приняли как родную. Везде провожают, кормят, поят. Почему это христиане? И поэтому мы, даже не желая того, она по неволе ко мне уже расположена. И он-то как будто коммунист. И она говорит, Владимир Митрофанович, что он вас все время вспоминал. И вот его забрали когда, и рыбокомбинат развалился опять, почти ничего нет. Люди-то слышат, он вернулся. А он строит там людям квартиры, везут холодильники там с Востока, с Балтики. Дешевая рыба у него. Он очень активный был. А его пришли опять схватать на должность директора. Да я не знаю, никак нет. А потом говорит, вот со мной сидел человек и меня вспоминает. Вот он, Игнатий Тихонович, сейчас бы сказал мне, иди восстанавливай обратно рыбокомбинат. И после спередрабочим он неоднократно говорил. Он со мной мысленно советовался, входил в этот режим. Что, для пользы людей. Понятно, как ему... А мне он не обратился, не покаялся. Этого не было у него. Но он слышал, как вел занятия Евангелия. Слово Божие проникало в него. Хотя он протестовал. Даже такое было. Но семя божественное пало туда. Он вернулся совсем другой. Вот как Бог делает. Поэтому сей доброе семя всегда. Пожнешь, что посеял тогда. День жатвы придет, не замедлит. Пожнешь, что посеял тогда. А рядом он страшное поле. Не враг ли насеял там зло. Колючей опасной травой. Так густо оно заросло. А тут такие слова есть. А как понять апостола Павла? Он говорит, что... Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться. Потому что это необходима обязанность моя. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. То есть для него это обязанность... Обязанность. Он апостол. А я-то печник. Я печник и сторож. Для меня этого обязанности не поставлено. Чтобы по всему миру идти. Вы можете делать добровольно, да? Да. Добровольно. И будете иметь награду. Да, конечно. Добровольно. Да. А тогда какой спрос будет из нас? С нас спрос будет, как с таких людей, которые по силе своей могли сделать. Я печник. Я где вот только бываю, ну, печь делаю. Я хозяин возмещаю. Другие приходят, уже тут же стоят в очередь. Я им свидетельствую. Дети здесь крутятся свидетельствуют. А в свободное время, когда я свободен, мы едем вокруг поселом. Видите, я говорю, мы доехали до Владивостока с Барнаула, проехали Украину, Лиссабон, Париж, Сёба. Объехали. И везде я дарил 38 своих книг. Мне это в обязанность не поставлено. Да. Но я это делаю по любви к моему Господу Иисусу Христу. Меня никто не заставляет. Это надо издать, если вы книги, ну, видели, какие книги у нас? Книги, которые видели у президента Путина, там, в королевских библиотеках, как они изданы. Это очень трудно. Тем более переиздание еще лучше старались улучшить. Светные, там, в твердом переплете, светными, там, разными этими репродукциями. А для чего делали? Для Бога, для моего Бога. И вот если еще издать на мою минимальную пенсию, ничего нельзя. А ведь это не день, не день, не два, я девять лет писал и издавал. 38 томов. Это не выскажешь, еще 3, 5, так, 3, 7. Фактически 7 томов еще подготовил в интернете. Неизданное. Каждый том, 752 страницы. Это огромные деньги, миллионы. У меня денег нету. Издавать в это время, один звонит, другой приходит. Совершенно незнакомые люди. У меня очень большая вера. Вот однажды у меня вот в этой комнате я сижу, ночевало два священника. Я говорю, мне надо помолиться. Кажется, через день мне выкупать книгу, а денег-то нету. А деньги-то, огромные деньги. А пенсия, самая минимальная, пенсия бомжа, мне так устроили. А где, откуда, я понятия не имею. И вот, где-то второй час ночи, кто-то звонит. А я предупреждаю, после 9 не звонить, это личное время. Встаем в 4.40, ну, у меня организм уже не удержит. Я уже подумал так, ну, говорил же, ну, наверное, кто-то незнакомый. Звонит. Это кто, Барнаул? Из Сакраменто, США звонят. Вот у нас дядя умел Климент, а у вас храм во имя Климента, говорят, это вообще легко молитва доходит там, вы деньги возьмете у нас? Я говорю, нет, у нас храм не во имя Климента, это детский лагерь. Нам это все равно. И они в эту сторону передают, я утром пошел, уже деньги получил. Я не знал даже, понятия не имел об этих людях, и что у них Климент есть. Только помолились, и в этот же вечер, ну, понятно, что это не случайность. Это не может быть случайность. Первый том, издавать мне была книга стихи, но я молился, и умирала одна наша сестра, и я ей говорил, ты когда дойдешь там, поклонишься Христу Богородице, подойди к Николичу Дотворцу, скажи ему, что мне маленько золотишко-то подкинул. Он любит помогать. И когда она умерла, меня все спрашивают, ну и что, я говорю, 40 дней мытарства. На сороковой день ко мне дверь стучится, человек заходит, вам деньги нужны? Я говорю, да, нужны. Я вам дам одно условие, твердое условие, чтобы никто не знал, что я к вам приходил. То есть со мной связывающие, не всем это на пользу. Там бывает, их прижмут за это, там и притеснять будут. Я вот уже деньги получил, книгу выкупил. Так писали в газетах, помощь с того света. Я рассказываю не басни, а то реально, так только по деньгам. А другое-то, если взять-то, это вообще не выскажешь. Вот думаю, человеку там устал, и такие мысли после молитвы идут. Что-то у этого человека, не знаю, что я о нем так думаю сегодня. Даже не знаю. А уж не виделись мы с ним лет 20. Вдруг звонок, он звонит. А почему позвонил? Не знаю, прям побуждение такое было. Я молился. Его Бог нашел в другой местности, и он оттуда звонит. Так я таких случаев могу писать в тетради. Живой ответ на живую молитву. Поэтому моя вера соответствует тому, о чем я говорю. А чудес никаких у меня нет. Я ни одного голоса не слышал. Никого не видел. Видения ни одного не было. А вера у меня цельная. Я верю всему написанному в Святой Библии. Как понимать тогда в Писании сказано в Матфея 25, 34? «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его придите, благословены отца моего, наследуйте царство, подготовленное вам от создания мира. Ибо я алкал, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был нах, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня». То есть вот это, наверное, будет спрашиваться в первую очередь с христианина. С каждого. С каждого. Когда Иоанна Затауса спросили, вот строит храм, как деньги лучше, купол сделать хороший или накормить? Он говорит, делать и то, о чем на суде Божьем спросится. Про купола Бог там спрашивать не будет. Хотя и они нужны. Но главное вот, Бог необъятный. Его ни одни галактики вместить не могут. Но когда мы посещаем больного, он занимает Одер, два метра. Вот так мы должны видеть это. Так в этом месте Писания мы не видим, чтобы он спрашивал, вы плавиставали или нет. Видите, по одному месту нельзя следить, в другом написано. Например, мы считаем, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Там ни про крещение, ни о причащении, ни о проповеди. Это одно. А просто блаженны, нищие духом, и Царство Небесное без Христа никто не получит. Вера без дел мертва. Дальше. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, хоть какой он будь. Но гнев Божий пребывает на нем, а он только больно их кормит, все отдает. Это ты делаешь во имя себя, не во имя Христа. Неверующий в Богу представляет его лживым. Так Писание говорит. Так что все места увязываются в совокупности вместе. И должны быть и кроткие, и смиренные, и благовестники, и плащущие. Все, о чем говорит нам девять блаженств. Есть же тело одно, члены разные. Каждый член отвечает за свое. То есть один отвечает за благовестие, наверное, а другой гостеприимен. Благовестие касается всех. Всех? Всех. Допустим, у одного есть талант такой-то проповедовать. Вот он будет или не будет проповедовать. А благовестить о Христе, сказать, что он умер за нас и подать книжку, он может. Брошюрку написать, переписать. Это со всех спросится, потому что пришли таланты разные, имеет, он превращения не дал. Никакого. Это абсолютно все глухонемой, слепой, все должны благовествовать. До единого. Вот это хорошо понимают так называемые свидетели Иеговы. Нам просто, а они под Богом, может для этого, чтобы мы трудились. А как понимает Северенская церковь сегодня? Ну, Северенская церковь, это понятно, что есть расхождение маленько, в нее входит православие, православие там старообрядцы, новообрядцы, там другие юрисдикции, там финляндская церковь, румынская, разницы нет, православная. Второе, католическая, у которых есть рукоположение от апостольских времен. Григорино-армянская, третье, эфиопская, сирийская, вот все пять, за этим уже ничего нету. Там только секты, ересь и смерть. Это все везде последователи Дофана, Верона и Корея, отделившиеся от церкви. И они хорошие люди, они молятся, поют, благовествуют, но они не в церкви. Феофан Затворник говорит, благодать трех видов. Первое, призывающее, это проповедь. Второе, благодать, это обращающее. Человек обращается, принимает Христа. Третье, освящающее. Ее церковь принимает крещение, причащается. У православных первые две почти не имеются, чуть-чуть кое-где. А у сектантов первые две есть, третьей части нету. Вот и все. У них нету настоящего причащения, ничего, сектантов, там, у аптистов. Потому что это само званное общество, они первые-то ничего не имели. Как рукополагать-то? А без всякого прикосновения, меньше благословляется большим. А какой в большем-то, когда обыкновенный мирянин, Джон Смит, на себя руки наложил, покрестил, сам себя рукоположил. Так не бывает. Сам себя не рождает человек. По поводу крещения, как в других патриархатах крестят сегодня? Три правооружения или по-другому? Ну, в процентах отношений, я не знаю как, но думаю, что примерно 0,3% одного крестят правильно. А 99,7% крестят неправильно. Примерно. Это исследования были. Глубокие исследования. Пять лет в университете над 3100 групп опросы. Опросы шли в течение пяти лет. И вот такой процент вышел. Так, а церковь же здесь столб притверждения истины. Он же не может ошибаться. Да, не может. А кто сказал, что они в церкви? А они не в церкви. Церковь не может ошибаться. А если ошибся, согрешил. Он вне церкви. Он соглашенными должен стоять. Притвор это вне церкви. А сегодня ни пяти мини, ничего нету. Вот вы на Украине. Там есть Филарет Денисенко. Его предали анафеме. Я не утверждаю ничего. Просто говорю, я бы к нему не пошел на исповедь. И крещение у него принимать бы не стал. Но благодатный он или нет, не знаю. Мне это не дано знать. Но что он отверг все, что было, это не годится. Поехал оружие выпрашивать, там воевать с русскими. Это не годится. Так если у католиков, например, обливательное крещение, то... Крестить, да, крестить. Он не крещеный. Католики все должны быть крещены. Все католичество не крещеное. Повторите. Все католичество не крещеное? Да. И они не церковь? Церковь. Она же не крещеная. Не крещеная. И как оно? Совмещается? Я рассказываю, как есть. Я не подыгрываю никому. Я говорю так, как написано. Вне церкви нет спасения. У них церковь определяется тем, что Папа рукоположенный теми, которые идут от апостола Петра. Это церковь. Она может заблуждаться, может в ересь впадать. Она остается церковью. И поэтому таинство искаженное это от них только зависит. И вот если католик, допустим, был рукоположен у них и приходит в православие, его перерукополагать не нельзя. А крестить его надо, потому что он не крещеный. А так как? Тебе зачем рассуждать? Так делается и так на практике всегда делалось. А вы говорите часто, что монашство заблокировало Слово Божие. Конечно. Так это у них стоит в основе. Молчание. Так они постоянно издают Библию. Это издание Постоянное. Спецкой Кеопечерской лавры. Это монахи. Это издали сейчас. Издали сейчас. А раньше от руки писали. А сами никогда они не вышли. А потом печатали. С какого года печатали? Когда перевод сделан в 1876? А раньше от руки писали. Раньше 1876 года печатали? А откуда мы не взяли перевод-то? Отчаянная машинка появилась. Нет. Он говорит, переписывали рукой. Ну и что переписывали? Там один из два экземпляра было. У кого они? Народ-то остался без Евангелия. А все это хранилось в монастырях, а народ в монастыри и шел. Там можно было слышать Слово Божие. Надо было посчитать. В монастыри люди шли, знали, что там отпущение грехов и все. Ничего они там... Евангелия им в руки не давали. Его не было. Они должны были с первого дня там на карьере, на чем угодно писать. Самое основное хотя бы дали. Люди вообще ничего не знали. Ничего не знали. И это кто говорит? Туптала. Знаете, кто такой Туптала? Митрополит Дмитрий Ростовский, чудотворец. Слышали такого? Ну, он написал эти «Жития святые», да? Да. 12 томов. И он, когда объезжал, как архиерей, то встретился с косностью, запустением, с полным помутнением. Люди ничего не знают. И встретил попов, которые считать не умеют. И когда спрашивал, где у вас причастие, они не поймут, что он спрашивает. Но он говорит, когда причащать, вот сейчас, допустим, литургии, это кто-то... Он не поймет еще. Один говорит, да, запас, запас. А, запас, вот. То есть запасные дары. Он показал, какой-то гнусный сосуд там грязный стоит. Это он все описывает. Игнатий Брещанинов. Слышали такого? Да. Да. Он епископ черноморский. Поехал в инспекцию. Там я не знаю, сколько у него было монастырей. Но он сделал обобщение, что вообще в России-то 1275 монастырей. Едва ли 4 на 1275, которых духовная жизнь теплится. Монашество кончилось. Он подвел черту. Остались одни актеры. А актер, говорит, ничего не сделает. И все. Нам не надо. Это все уже сказано и видно. Они заблокировали выход. У одного только Пахомя Великого 11 тысяч монахов. А были монастыри по 50 тысяч. Государство начало разваливаться. И за 7 столетий, за 6 столетий ни одного Кирилла и Мефодия не послали туда, где зарождалось мусульманство. 6 столетий налоги брали, стауреков с разных. Вот оно где. А эти 2 миллиарда мусульман могли быть православными сегодня. Господь не призвал их туда благовествовать. Господь не призвал их. А кто их призвал прятаться? Это от прямого повеления Божия. Идите по всему миру, пропадывайте Евангелие. Кто это придумал? А давайте сделаем. Это обязанность апостола была. Нет. А вы что, кашу? Еще раз говорю. Деяние апостола. 8 глава, 4 стих. Рассеявшиеся, ходили и благовествовали. Все. До единого, до маленького ребенка. Житие святого Астеона говорит об этом. А в Деянии апостола, 10 глава, 41 стих, написано. Не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога. Нам, которые с ним ели и пили по воскресению его из мертвых. Нам. Ну что нам-то? Что нам-то? Вы не говорите глагол-то такой. Что нам дальше-то? Проповедовать по всему миру. Вот все. Это им было лично сказано. А мы это апостола узнали. Им было сказано. Он говорит, нам это было сказано. А нам не могло быть сказано. А нас еще не было. А вот другое место писания. Сейчас. Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Я призвал. Однажды он призвал апостолов, и все. Закончилось апостольское. Апостолы, когда умерли, последний апостол Иоанн, как о нем свидетельствует, Иоанн Богослов. Вот это называется апостольское время. А кроме этих-то 12 было 70 апостолов еще. 70. Он их избрал. Евангелист Лука говорит. 70. И послал по два. Никаких миссионерских отделов не было. Это все обман сегодня творят. А дальше рукополагали они. Епископы проповедовали. Такие, как Иоанн Златоуст. Он монахов вызволял и на проповедь отправлял. В третьем томе описано. А туринская плащаница, вы ее признаете за подлинную? Я ее не видел. Я не видел ее. Ну, допустим, я ее не признаю. И что из этого? Я сомневаюсь, чтобы она сохранилась. Узнали, что это кровь на ней отпечаталась. Но что именно кровь-то Христа, доказательств-то нету. Никакой генетики не было. Никто определить не может. Никаким путем нельзя определить, что эта плащаница была именно на теле Христовом. Проверено, что кровь. Проверено там, согласно пыльце, которая найдена, что она из Палестины. Доказано, что она относится к первому веку. Ну, заказано. Значит, так и было. А на что плащаница именно Христова, даже намека на это нету. Вот как благодатный огонь. Там, может, кроме обмана, ничего и нету. Привозят пояс Богородицы. Во-первых, что пояс Богородицы это? Процента даже нет. Какой-то мощи обрели заново Серафима Саровского. А почему? Нашли какой-то ящик там на чердаке. И там маленький ящик. И там поручи. И по поручам не надписано и ничего. Ну, как верить-то? Я не верю в это. Как верить? Лучше не верить, что не приказано верить в это, нежели я буду верить в обман. И вот, сами, заметьте, когда канонизировали царя Николаева семейство обретение мощей, патриархия какая бы ни была она, но она не признала эти мощи. Из-за шторки смотрели, как там везут их. Ельцин тут добивался. Не признали. А то привезли черепа его, Николая и Алексея. А их голову отрубили, спирт тут. И в спиртовых банках привезли в Москву. Какие там могли найти черепа? А потом, говорит, повезли в Америку, мне показывают, в Нью-Йорке, вот здесь, говорит, привезли, кто заказывали, соросы разные. Так что, церковь не поверила, что это мощи святых страстотерпов. И думаю, абсолютно правильно они сделали. Я не поверил, за это с меня не зыщется. А что я буду поклоняться чужим костям, неизвестно, чьи они. Вот за это спросится. Сколько раз было канонизирует человека, а потом деканонизирует, вычеркивает. Вот как пересчитывали в последнее время, данных-то не было никаких. Узнают, он предатель. Его деканонизировали. А во имя его уже храма называли, детей крестили. 32, кажется, человека убрали деканонизированное. Это и у католиков было. А канонизировать это совсем не Божье дело. 1 Кориевском 4-5. Не судите никак преждевременно, доколе не придет Господь и не откроет сокрытые вам браки. И тогда каждому будет похвала от Господа. Нам не дано права ни айонафеми предавать, ни канонизировать. Никак. Не судите никак. А зачем тебе этим заниматься? Так вот надо, чтобы канонизировать, молиться. Одного Бога недостаточно. Живого воскресшего Христа Духа Святого недостаточно. Мы никакие. Православные, это так. Нарочничные. Нас Господь будет судить по Библии. Для меня это коронный стих. Евангелие говорит Иоанна 12,48. Я не сужу вас, говорит Господь. Слово, которое я говорю, оно, оно, оно будет судить вас в последний день. А раз оно, значит, меня и спрашивать не надо. Мне дан мандат, по которому я могу пройти. Мне дано руководство. Слово его, Евангелие, Святая Библия. И поэтому все мои знания оказались ненужные. Я сел и заново у ног Христа начал набираться ума, сверяя все по Слову Божию. Я считал, кого бы ни считал, каноны, святых отцов, жития святых, я все должен проверять во сети Библии. Не сходится. Анафема. Это Галатам 1, 8, 9. Хотя бы ангелы с неба. Или мы, апостолы, не то будем проповедовать. Анафема. Зачем Павел бы об этом писал? Надо быть очень осторожным. Не знаешь Библию? Спроси знающего. И скажи, а про это в Библии написано или нет? А проповедь на праздник воздвижения Креста Господнего, этого апостолы не проповедовали. Можно это проповедовать? Его и не было в этом празднике. Он искусственно придуман во времена Елены Царицы. Нельзя проповедовать. Анафема будет. Не понял. За что? За проповедь на тему праздника воздвижения Креста Господнего. Я понял. Ну и что дальше-то? Ну нельзя проповедовать в храмах. Почему? Потому что апостолы об этом не говорили ничего. Да будет анафема. Нет. Не об этом. Что противоречит. Если будут говорить не так, а не о том, что мы не проповедовали. Вы считаете неправильно. Если будет иное учение, а здесь иного нет, наоборот, прославляется страдание Христа. Вот откройте Галатам 1.8.9. Прочитайте. Сейчас. Давайте. Послание апостола Павла к Галатам. Первое. Первое. На самом-то деле это открытие храма было. Открытие храма. Поэтому Святая Православная Церковь установила это еще напоминание о страданиях Господа. Почему? Кресту Твоему поклоняемся. А что, разве Павел не этому учил? Первое. Коринфян 11.18 считаем. Слово о кресте для погибающих есть и уродство. А для нас спасаемых сила Божия. И мы Кресту поклоняемся, видя на нем висящего Христа. Все на месте стоит. Тут против ничего нет. Он, наоборот, усиливает. А праздник ведения Богородицы во храм? Ведение во храм Богородицы. Ну и раз есть оно и отмечает его. Нам все спрашивать, было или не было. Писание не говорит. Но это не противоречит. Но противоречит то, что дальше пишут. Что ее ввели во святая святых. И она там была лет чуть ли не 10. Это нельзя проповедовать, да? Нет. Да об этом хорошо говорит не кто-то Антоний Блюм. Антоний, митрополит. Это выдумка. Ее сразу убили бы. Это люди не знают, что... Один раз в год мог только в пересвещение зайти. Окон не было. Что там девчонка делала бы? Закрыто все. Сплошная темнота. И один раз в год зайти можно. Что бы она за этой тяжелой завесой делала там? А это уже не знает, что сказать. И 18 ступеней она там прошла. На каждой ступени там что-то считала. Это ничего нету нигде. Это появилось где-то в 8 веке написанное. Никаких мемуаров не было, ничего. Откуда взяли полный мрак? Не было ничего этого. Надо смотреть. Это Скабалинович, есть профессор. Киевской академии духовной преподавал. Да революционной-то. Такая книга там страниц 800, наверное. В каком году возникла молитва такая? Когда праздновали? Это в 8 веке уже есть. Еще мы будем придумывать. До 8 века не спасались разве? Это все монахи придумали. К 12 подгоняли. А у первоапостольской церкви был только один праздник. Не считая Пасхи. Крещение, совмещенное с Рождеством. И не знали в какое время. Больше ничего не отмечали. Вот Сретене. А что Сретене дало? Только о смерти говорится, что ныне отпущаешь и могу умереть. Какой это праздник-то? Там ничего нету. Если бы отмечали Сретене Павла на пути в домах со Христом, миллионы людей бы сказали, и у меня была встреча со Христом. Тут монахи. Они сидели, они там и затемненные, говорится, окна имели. Сретене с Христом. А у него какая встреча? Он у Сретен, младенца взял, ныне отпущаешь. Если у меня встреча, я должен умереть. Это свидетельство о смерти человека, который 360 лет жил. Он один такой. Никакого там празднования не было. Это все надуманное. Но я православный, я их соблюдаю все. Это все, да? Не знаю. Мы разбираем все, дорогой, во свете Библии. Если не во свете Библии, тут можно нагородить, говорит, семь верст до небес и все лесом. Но за каждое слово придется отвечать. Мне нравится одно выражение одного неуважаемого мной человека. И он говорит, я отвечаю за то, что я сказал, а не за то, как ты понял. Нравится изречение Кирилла Иерусалимского. Он говорит, если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне. И все. Слова должно проверять по Библии, кто бы он ни был. И об этом мы считали сейчас. Даже в творениях Иоанна Златоуса восьмой том считаем, а он разбивается на две части. Даже с пурью, еще и с дубью. Отдельно написано творение. Вот первая страница, когда читала, написано творение святого отца нашего Иоанна Златоустного, архиепископа Града Константинополя. А когда считаем с пурью, там написано творение, приписываемое Златоусту. То есть не знали, к кому их отнести. Там бывает где-то что-то оборвано. Никому так речь не похожа, ближе всего к Златоусту. А внизу черта и написано. И кто бы это ни говорил, но написано неправда, неверно. Но церковь написала так, как есть. Даже видно, что никак. То есть апостол Павел никак не мог воевать, допустим, с Арием, потому что Ария-то через 300 лет будет. А там написано такое, как он мог с ним воевать. Его и не было. А вы говорили, что раньше одним перстом крестились христиане. Ссылаетесь на Иоанна Златоуста. Что делали? Раньше христиане одним перстом крестились. Перстом? Перстом. Да, да. Так написано. Где именно? Что? Где именно написано это? Где написано? Ну, вы сами уже поищите где. У меня это в книге написано у Мельникова. Он поминает там. Ну, и так понятно было. Первые христиане, выходя на арену, показывали один перст. И Златоуст говорит, изображаем на себе крестное знамение одним перстом. Не говорит, каким. Ну, думает, чтобы именно правой рукой, как Василий говорит, отдаем Богу лучшее. Указательный? Даже хотя бы не было сказано. Ну, не мизинцам же. А может быть пальцем? Ну, да, да. Вот так бы крестились. Так только бутылку открывать. Сысоев Данил показывал, что вот этим пальцем. Ну, это нет. Это креститься. Что-то они могут там показывать кверху, книзу. А это изображать крестное знамение. Этим пальцем никто никогда даже мыслях не было. Астаглавый собор постановил, что надо знаменуться двумя перстами. Да, да. Как и Христос знаменовался. Ну, это неправильно. Христос не знаменовался. Никак он не знаменался, потому что распятия не было. Так что они солгали, получается? Солгали. Солгали по обычаю своему. Обыкновенное женское. Привыкший лгать человек уже не знает. Говорит, я как Христос благословил. Как он благословил? Где написано? Нигде. Христос старообрядцем не был. По преданию, может быть, передалось? Где оно предание? Пусть покажут, кто предал. Кто, когда, в каком веке кто написал. Предание. Оно если предание, то устно передавалось и где-то написано в первые века. Но этого нету нигде. Нету. Что крестное знамение, Василий Великий говорит об этом. Пусть они покажут, где это написано. А что два перста или три, они говорят Милетий. Милетий, это учитель Иоанна Златоуса. Там он вышел, когда спорил, то показал три перста и два перста. Чего бы ради он два перста показывал Арианам-то? А в катакомбах есть изображение два перста. Катакомбы. Четвертый, третий век. Да я не против. Четвертый, там, четырнадцатый. Разницы нет. Не определить, с какого века. Это все надуманное. Определить не могут никак. Даже изотопным методом не могут определить. Никак. Ошибка в триста лет. Вот какая ошибка-то. Слишком большая. Ну, и даже мы видели. Это тоже ни о чем еще не говорит. Вот первое, когда Милетий показал, с Арианом был. Было троеперсия, так понятно. Доказать, что троица есть. Единосущная, нераздельная, равночестная. Вот. Тогда, конечно, троеперсия было. Но когда появилось монофилистство, монопезитство, одна воля, а у нас без. Понятно, тут на арену вышло два перста. Сарабрятся, наоборот, все перевернули. Так мы же верим в единую соборную апостольскую церковь. Соборную. Но. Стоглавный собор постановил. Какой постановил собор-то? Стоглавый. А, Стоглавый. В каком году он был? В 16 веке, по-моему. Ну, в каком году? В 1551. В 1551. И кто там председателем был? Те, кого канонализировали во святых. Нет, председателем был 15-летний Иван Грозный. А? Он председателем. А участники были? А? Святые. Канонизированные участники. Ну, участники, канонизированные, все. Его не надо было отменять, этот собор. А они отменили его совершенно неразумно. Как они могут быть лжецами? Да. Ну, так бывает. Серафим Царовский об этом говорит. Когда Дух Святой меня покидал, я ошибался. Не надо за это. Ну, услышали, услышали. А как он может быть? Ну, а как говорит? Не твоим ли именем чудеса творили? Я скажу, никогда не знал вас. Не верьте. А до этого никто не заставляет верить. Но понятно, что на арену выходя, Ян Затаус говорит, Ян Затаус говорит, что в римском пантеоне было примерно 500 божеств, которые завоеваны. По названию, говорит, а в действительности ни одного. И поэтому христиане, когда казнили, у них там написано, Кристос царствует, и поднимали перст. Один Бог есть. Один. Христос царствует, а не 500 божеств. Понятно, что один перст было. Почему тогда было многобожие? Сам смысл говорит, три перстя ни о чем не говорило, двоих перстей еще и не было. Один. Им нужно было отказать монотеизм. монотеизм против язычества. А уже дальше, когда Троицу стал не признавать Арии, тогда трои перстя. А теперь там не стори появляются, теперь двои перстя. Сам. Даже нам бы никто не говорил, и мы уже догадаться должны. Церковь выставляет оружие против того, что было. Создает встречное течение. Ариане стали ходить крестными ходами. А у православных не было. Ян Затаус сразу написал антифоны какие-то, и сделали крестный ход на встречу. Была драка, там, кажется, 17 человек убили. Так это 17, а когда не запускали язычника, как это было при Амбросии, кажется, у него там и при Вавиле было так же, то царю дорогу прорубали. Несколько сот человек зарезали в храме. Дорогу прорубить, царь идет молиться. Когда Иоанна Затауса осуждали, Феофил, патриарх Александрийский, он нанял воинов искать братьев долгих, их три было долгих, то есть высокие ростом. Воинов напоили, пошли. Они пошли по пустыне, пещера. Так, кто здесь? Пять братьев подвизается в тишине. Вы долгих знаете? А кто это такие? Ну, кто такие, вы знаете, нет? Не знаем. Всех зарезали дальше. Десять тысяч монахов зарезали. И кто это сделал? Православный патриарх Феофил, его даже не осудили за это. Десять тысяч людей, которые в глаза не видали этих братьев. Они в это время убежали из пустыни, их уже не было. Это были приверженцы Иоанна Златоуста. Что это нам мимо? Вот и патриарх. А у него племянник Кирилл Александрийский, святой. И Иоанна Златоуста канонизировали уже, а он в Дипехе его не записывает. Он дядя гонителя. А дальше уже как в биографии пишут? Но Божья Матерь ему явилась и сказала, поминай его. Ну, явилась она, не явилась. Откуда я знаю? Но главное, был против. Почему? Родственное притяжение. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Если Иоанне... А Прохлый его тоже не видел. И Иоанн Златоуста. И он прямо перед престолом Божьим. Прохлый, секретарь Златоуста. А это Кирилл Александрийский. Я в его биографию говорю, житие. И он Златоуста за святого не признавал. А потом уже видение. Мозги на место поставило. Так что не всякому слову, говорит, верьте. Да. Ну, ничего больше нету, все? Да, вроде нет. Ну, если вопросы какие-то будут, так, заглянете через месяц. Но заранее напишите только внизу под скайпом, дома я или нет. Как хорошо. Ну, храни вас Господь. Все, пока. Мы молимся, как с детства научены, двумя перстами. О! Уеду. Уеду.